Средиземноморское побережье Сирии. Тартус. Отсюда начинается наш путь по населенным пунктам провинции, которые были опалены войной. Дорога ведет нас мимо прекрасных садов, глядя на которые не хочется верить, что совсем рядом гибли люди. Провинции Тартус и Латакия считаются относительно безопасными. Однако и они знают, что такое война. О ней постоянно напоминают стоящие вдоль дорог памятные плакаты в честь погибших местных солдат. Хлебопек в придорожном кафе занят своим абсолютно мирным и очень вкусным делом. И лишь плакат с фотографией погибшего солдата на стене пекарни говорит нам о том, что его семью не обошла стороной война. Вот и один из населенных пунктов. Это деревня Митрас, в которую в октябре вошел отряд боевиков. Командир операции расскажет нам о ходе контртеррористической операции. Господин полковник, расскажите детали той операции. Впереди нас деревня Альмитрас, население которой составляет почти 6 тысяч человек. Она находится в 30 километрах от Софита. Почти 200 бандитов из окрестных районов и ближайших деревень захватили этот населенный пункт. Представители администрации этой деревни пытались организовать переговоры между террористами и правительственными структурами, получив на это разрешение от правительства о том, что террористы сложат оружие и сдадутся. Несколько раз переговоры прерывались, а достигнутые соглашения нарушались самими бандитами. В один из дней внутри деревни прогремел сильный взрыв. Как выяснилось позже, взрыв произошел в одном из жилых домов, где террористы устроили мастерскую по изготовлению самодельных взрывных устройств из-за неосторожного обращения с рычными веществами. Под развалинами этого дома нашли свою смерть 7 террористов. После этого армейским командованием было принято решение очистить деревню от бандитов. Был разработан план операции по освобождению 6 тысяч мирных жителей от 200 террористов, согласно которому 5 октября 2013 года этот населенный пункт был окружен со всех сторон. В 6.00 с наступления армейских подразделений со стороны деревенского кладбища началась операция по освобождению. В ходе ожесточенного боя группировка бандитов, находящаяся в этом направлении, была уничтожена. После этого со стороны деревни мы услышали через громкоговорители обращение к нам мулы в местной мечети о прекращении наступления. Он просил от лица жителей перемирия на 3 часа для того, чтобы провести переговоры с террористами. На это было дано согласие командования. Через 3 часа 148 бандитов сложили оружие и сдались. Около 50 террористов смогли бежать через Машта Азар Альзара и Калейд Аль-Хасун, бывшую крепость Крак-де-Шевалье. В тот же день из 148 сдавшихся бандитов, 61 были выпущены на свободу. Это тех, кто был привлечен в банду насильно или угрозами и не участвовал в боях вообще. Все остальные предстанут перед правосудием за совершенные преступления. В этой деревне тихо и спокойно веками жили совместно люди разных верований, пока не пришла эта банда. Все дома мирных жителей были разграблены. И сейчас, когда полностью проведена зачистка деревни и окрестностей, обезврежены множество минно-взрывных устройств, установленных террористами в жилых домах, учреждениях, садах, полях и на дорогах, нормальная жизнь вернулась в эти места. Люди теперь живут спокойно. Мой сын солдат. Он воюет в Дер-Эс-Зоре. Уже почти пять месяцев я его не видела. Я очень переживаю и молюсь за своего сына и за всех сыновей. Да защитит вас Бог! Дай Бог победы Сирии! Пусть Бог хранит вас, куда бы вы ни ездили! В моей семье защищают страну трое. Мой сын и два его двоюродных брата. Сын Дер-Эс-Зоре. Один брат Хомсе. Другой Суэда. И дай Бог, чтобы все сыновья вернулись своим матерям живыми и здоровыми. Да хранит вас Бог! Бог всегда на нашей стороне. Господин полковник, в шесть утра вы начали атаку с этого места. Куда бы дальше вы продвигались? Согласно разработанному плану, операция началась отсюда. С наступления одной из армейских штурмовых групп. В этом направлении был тяжелый бой. Здесь мы потеряли двоих наших солдат. Мы продолжали наступать. Террористы бежали в сторону деревни и закрепились там. Атака продолжалась. Когда мы услышали обращение Мулы в местной мечети по громкоговорителю, который от имени жителей предложил заключить перемирие на три часа для сдачи бандитов. Учитывая, что они сирийцы, нами было принято решение о приостановке боевых действий, чтобы дать им возможность сдаться добровольно. Часть банды сдалась сразу, часть чуть позже, но были те, кому удалось сбежать. Их немного, но это были те, кто контролировал всю банду, кто заставлял людей брать в руки оружие, чтобы дестабилизировать обстановку в этом районе, и кто хотел устроить здесь Исламский Эмират. У террористов было пять группировок. Мы создали пять наблюдательных постов и сформировали пять штурмовых групп. Наступление шло отсюда, со стороны кладбища. На наши вопросы о произошедшем ответили глава администрации и мулуа деревни. В нашу деревню ворвались почти 200 террористов из соседних деревень Зара, Аль-Хусин и других. Присоединились к ним и несколько наших парней. Кого-то обманули, а кто-то пошел к бандитам после угроз и прямого давления. Банда напала на полицейских, военных, а также на государственные учреждения. Начались бои, стали появляться убитые и раненые. Все происходило на улицах нашей деревни, и мы, местные жители, решили вмешаться, чтобы остановить это кровопролитие. На наши предложения о переговорах мы получили положительный ответ со всех сторон. После заключения перемирия большинство боевиков сложили оружие и сдались. Многие из них сразу были отпущены на свободу, а остальные задержаны и ждут решения правосудия. Еще до начала боевых действий у нас был создан комитет примирения. Многие бандиты согласны были сдать оружие, но вмешались те, кто хотел помешать этому мирному процессу. Ими была проведена провокация, после чего начались бои. После нашего вмешательства большинство бандитов сложили оружие. Половина из них сразу же отпущена, а остальных ждет суд. Мы очень надеемся на последнюю амнистию, которую объявил господин президент. Это была волна, на которой некоторые неуверенные решили поддержать бандитов. Но это была их большая ошибка. Если бы не их необдуманное решение, то ситуация не прогрессировала бы до такой степени. Была совершена провокация. Но, слава богу, все, кто ошиблись и находились у бандитов, одумались и сложили оружие. Они уже вернулись в свои семьи. Как встретили жители деревни вот эти пришлые отряды боевиков? Помогали ли им? Многие люди не знали о существовании бандитов. Но были и те, кто кормил бандитов. Давал им приют. Эти люди установлены. Тот, кто привел террористов в деревню, задержан и находится под арестом. В этом доме находилось семь минеров террористов. Из-за ошибки одного из них, они все здесь остались под развалинами. После чего и начался шторм деревни. Услышав радостные детские крики, мы не смогли не посмотреть, откуда они раздаются. Продолжение следует... Жизнь продолжается. От имени всех жителей Аль-Митрас хочу направить обращение к российскому народу и российскому руководству. Мы считаем вас нашими братьями и всех людей, кто поддержал нашу страну в трудную минуту. Огромная благодарность от нас, господину Путину и всему российскому народу. Вокруг этой деревни, в нашем районе, очень много деревень, которые представляют сирийскую мозаику. Различные религии, различные конфессии. У нас всегда были хорошие отношения между всеми жителями. Мы всегда жили одной семьей и у нас не было разногласий. Мы, все жители этого района, обращаемся со словами благодарности к России, ее правительству и ее народу за поддержку Сирии и нашего народа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Василий Павлов, Андрей Филатов, Игорь Надышин, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, Анна Ньюс, Сирия.